здравствуйте с вами красота в мелочах всем родом из детства и вы знаете вот о чем я хочу с вами поговорить многие из нас ходили в походы и не просто в обычный лес а куда-нибудь подальше в тайгу и вот в один из прекрасных дней когда я лично была в тайге я видела диких животных и не как-то вот так это все вдохновило вот это нахлынуло воспоминание я захотела написать повелителя тайги волка мы с вами этим и займемся сейчас приступим к нашей работе у меня вот есть такая дощечка уже специально заготовленные дырочки на ней для будущей подвязки веревочки вот она должна быть гладкая сухая чистая не практически не шероховатая затем нам понадобится с вами переводка и так как я художник я могу конечно сделать набросок от руки но те кто очень желает писать но не может может сделать себе распечатку что я и сделала приступаем к работе берем калечку немножко смотрим отчитываем где у нас эти дырочки берем с вами основную переводку выкладываем ее относительно центра и приступаем к тому что делаем контурный рисунок для начинающих которые не умеют делать какие-то свои наброски это хорошие подспорье что можно распечатать нужную и любую картинку какую только вы пожелаете и сделать красивую картину своими руками ну вот переводку мы с вами сделали посмотрим что получилось вот такой набросок у нас с вами получился берем инструмент для выжигания нам понадобится еще какая-нибудь кафельная обычная тарелочка когда в процессе работы нам нужно положить мы были спокойны что мы не прожгем другую деревянную поверхность и так берем он у нас готов к работе и начинаем выжигать то есть сам инструмент вы можете двигать и вот этот темп будет ложиться так как вам нужно поворачиваете рукой ну это конечно под ловчиться нужно но это никому не будет сложно немножечко потренироваться на дощечке которая вам не нужна для работы пока я иду по контуру в данном случае мы пишем волка у него немножко такая она неоднородная шерсть мы пытаемся это изобразить вот как практически фломастером да вы можете увидеть как получается такой едва заштрихованы но имеющий уже оттенок да нам нужно более глубокий более плотно чтобы у нас было темным потому что наш рисунок в данном случае не оттенки под оттенки мы показываем но хотя здесь тоже можно изощриться и сделать мы делаем с вами контурный рисунок остается совсем немножко проработаем с вами лапку и накоточки убираем машинку для выжигания нашу и можем посмотреть что получилось в целом пустите в свою жизнь творчество и проявляйте фантазию во всем с вами была красота в мелочах а а а